здравствуйте дорогие друзья здравствуйте любители хорошего алкоголя рад вас приветствовать на своем канале погребок проходите чувствуете себя как дома наливайте вкусные напитки перед началом ролика хочу напомнить что у нашего с вами канала погребок есть группа вконтакте заходите присоединяйтесь оставляйте свои заметки или какие-то интересные статьи буду только рад переходим непосредственно к теме видео для меня такой формат является новым я впервые записываю подобный ролик если что не так не серчайте задавайте свои вопросы в комментарии отвечу каждому короче говоря решил записать сравнительный обзор 5 односолодовых виски которые у меня есть баре стоимостью до 2000 рублей заголовок конечно грандиозный лучший односолодовые виски до 2000 рублей разумеется я каждый не смогу купить и попробовать поэтому то что стояло в баре тем и будем довольствоваться есть два спорных момента вот этот виски аирстоун 10 лет и вот этот виски там на вулен шерри каск сейчас по белому ценнику стоят чуть дороже в 2000 рублей если аирстоун стоит под трешку может быть даже и выше все зависит от наглости продавца то там на вулина вмещается в сумму 2200 2300 рублей по белому ценнику это что касается если вы хотите не заморачиваясь прийти в магазин и по критерию до 2000 рублей скидка не скидка вообще неважно просто прийти и взять бутылочку виски с этими двумя вариантами наверное не получится здесь придется ждать акцию хотя раньше там на вулен шерри каск до 2000 продавался вообще спокойно сейчас его акционная цена я думаю будет в районе 1800 рублей ну а этот аирстоун я покупал за 1600 рублей в перекрестке он кстати по акции до сих пор там и стоит в некоторых магазинах там на вулен мне обошелся в 1400 в том же перекрестке эти граждане обошлись мне в районе 1000 рублей правда по моему айлу я покупал за 1300 за 1400 этот стоил тысячу 100 этот стоил тысячу ну или наоборот в общем вот эти два в районе 1000 рублей стоили по белому ценнику еще раз повторяюсь вот эти три виски находятся спокойно до двух тысяч рублей давайте наливать виски в бокалы приступать к дегустации потому что 5 образцов это не хухры-мухры под конец можно и нажраться надеюсь такого не произойдет и сравнительный обзор получится более или менее объективным смешанные солодовые виски и бурбоны я в этот рейтинг не включал здесь у нас только односолодовые виски начальные односолодовые виски односолодовые виски до 2000 рублей сюда же можно было включить джуру джорни которую я купил за полторы тысячи рублей но она у меня еще закрытая стоит и открывать ее пока что не хочется потому что и так уже очень много открытого виски на многие виски обзоры еще не запилены вот пусть стоит закрытый ждет своего часа обязательно до него доберемся сразу извиняюсь за колхоз с наклейками на бокалах сам этого не люблю смотрится дешево и убого но просто сейчас перед обзором было очень лень все это отдирать отмывать конечно же меня это ждет после обзора но то будет после наливаем напитки тут главное не запутаться может быть слепая дегустация придала бы какой-то изюминки интриги но я в этом не вижу никакого смысла обманывать ни себя ни вас я не буду потому что каждый из этих виски я спокойно отлечу а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, друзья, поехали! Поддержите лайком! Начнем с аромата виски, пройдемся по всем пятерым и сделаем вывод. Первый виски это Акинтошин Американ Оук. Ну, конечно же, мне этот аромат знаком, причем знаком очень даже хорошо. Это ваниль, это цитрусы, чуть дубовые бочки, чуть каких-то медовых, сладких ноток, возможно даже десертных. В своем обзоре про Американ Оук я, по-моему, говорил, что это такой лимонный десерт, лимонный тарт, вот что-то такое. Да, здесь это есть, и это очень ванильное виски на самом деле. Приятный аромат за тысячу рублей, пусть даже за тысячу триста, тысячу пятьсот и фиг с ним тысячу шестьсот. Аромат хороший, но он как бы не сразу раскрывается, потому что все-таки тройная дистилляция. Да, это единственное виски из пяти представленных, которые имеют тройную дистилляцию наряду, как ирландские виски, допустим. Ну, приятный, хороший аромат, он постоял, он успокоился, он продышался, он раскрылся. И стал таким нежным, практически без сивухи, но здесь она практически на нуле, вот прям, ну, почти ноль. Очень приятный, чистый аромат. Highland от Macleanance, регион Highland будет вторым. Здесь сразу больше карамели, здесь сразу, да, прям идет такая карамель, очень приятная. Идет мандарин или апельсин, такой, вымокший в сахаре, что ли, вот так скажем. То есть он не карамелизированный, он не засахаренный, он просто как будто лежал в сахарной воде. Аромат чуть более интенсивный, чем American Oak, но прям совсем немножко, ну, потому что здесь двойная дистилляция. Очень приятный, медово-карамельный, немного цитрусовый аромат, бочки я здесь не ощущаю. Блин, сложно. Давайте я буду двигать бокальчики вперед, что мне понравилось больше. Не, этот прям ароматный, он такой действительно карамельно-медовый и яркий по сравнению с Akin Tosh in American Oak. Чуть-чуть вот так его вперед подвинем. Айла, регион Айла, Macleanance. Ну, что тут говорить, это виски, которые у меня всегда есть в баре, помимо открытой бутылки, всегда есть еще запечатанная про запас. Это виски, которые я часто и с удовольствием выпиваю. Он мне очень нравится, это Боумо на минималках. По-моему, да, там используются молодые спирты Боумо, дистиллерии. Пепел. Именно такой сухой пепел, сухой дым. Чуть морской задохлости. Сладость, карамельность. Я готов его прям сразу вот так вот сделать. Ну, вы знаете, эти виски тоже неплохие. Но здесь и аромат лучше, и регион Айла. Это мой любимый регион. Как бы я люблю островные, дымные, торфяные виски. Этот для меня фаворит, он прям вот сразу вперед выходит. Там на Вулина Шерри Каск. Есть там на Вулина Дабл Каск. Этот Шерри Каск с довыдержкой в бочках из-под Хереса. Давайте пробовать его на аромат, друзья. Супер. Тут сразу темный горький шоколад, ваниль. И вот сладость тоже вплетена. Какие-то коньячные мотивы. Да, как будто пахнет коньячным дистиллятом. Я не чувствую ярко выжженного винограда. Там каких-то прям ярко выжженных сухофруктов. Кураги, черносливы и так далее. Но такой вот спектр коньячный. Изюм чувствую. Немножко есть изюма. Это самый яркий, самый насыщенный на аромат виски из тех, которые мы уже успели понюхать. И буду объективен, поставлю этот виски наравне с Айлы. Хотя нет, если я буду объективен, то мне надо его еще чуть-чуть подвинуть вперед. Потому что все-таки этот виски будет посерьезней. И новиночка, на которую я еще обзор не записывал, но обязательно запишу. Может быть даже сегодня, после дегустации. Хотя это будет не объективно. После дегустации всех этих виски записывать объективный обзор на Айрестон не получится. Давайте на аромат. Виски от Вильям Гранд и сыновья. Десятилетние выдержки. Регион. Регион не указывается. Просто написано, что это Си Каск. Ну типа морская бочка. Он должен быть солененьким. Да, есть у него вот такая затхлость, как в трюме корабля, что ли. Где какие-то, может быть, уже плесень проступает или вот что-то такое. Какие-то водоросли там на деревянных стенах уже начинают расти. Вот есть такая затхлость. Есть морская тема чуть-чуть. Но в основном это свежий, сладкий, такой вот довольно фруктовый виски. При виде этой упаковки на ум приходит, что это будет что-то типа Талискера, допустим. Что здесь по-любому будет торф, ярко выраженная соль или что-то типа того. Ничего подобного. Этот виски очень похож своим характером на виски из региона Хайленд. Он, кстати, да, он похож на Акинтошин. Только здесь чувствуется выдержка. Все-таки выдержка 10 лет. Этот виски посерьезней. Есть перчинка, есть персик. Чуть солоноватость, затхлость. Водорослей вот я не чувствую. Ну, просто затхлость какая-то идет. Карамель. Мед. Ну, такой вот чисто Хайленд регион. Давайте я его поставлю, можно сказать, наравне с Акинтошин Американ Оук и Маклиландс Хайленд. Но выдвину чуть вперед за счет выдержки и за счет более сложного набора ароматов. Таким образом, после дегустации ароматов напитков, места распределились с пятое по первое, соответственно. Пятое место я отдаю Акинтошин Американ Оук. Это не значит, что виски дреной. Он просто из этой пятерки самый слабенький, на мой взгляд. Но в целом своих денег стоит. Четвертое место отходит Маклиландс региона Хайленд. Тоже заслуженно. Виски неплохой. Опять же, за свои деньги. Чуть сивушности в нем есть. Но она такая даже притягательная. Мне очень нравится аромат этого виски. Далее у нас следует Маклиландс Айла. И буду объективен, поставлю Айлу, свою любимую Айлу Маклиландс на третье место. А второе место отдам Эрстон Сикаск. Все-таки здесь 10 лет. Чувствуется, что аромат более благородный. Слово не могу подобрать. Но он реально все-таки 10 лет выдержки. Плюс он был открыт позавчера, по-моему. Я его продегустировал первый раз. Надо ему еще постоять, продышаться, раскрыться полностью. Я думаю, он объективно все-таки будет получше Маклиландс Айла. Хотя Маклиландс Айла это виски, которые у меня всегда есть в баре. Я очень люблю этот виски. Это Айла Лайт. Если там какой-нибудь Сталискер, Арбек, что-нибудь еще такое мощное. Айла Фроик, там допустим, дымно-торфяное, такое забористое. Не попьешь в таком же лайтовом режиме, как вот Айла Маклиландс. Который вот обладает всеми ароматами Айлы. Но они такие софтовые, такие лайтовые. И градус здесь, кстати, 40%. Этот виски можно спокойно пить. Ну, он питкий, можно сказать, можно его много выпить. Ладно, переходим к финалисту. Финалист это Тамновуллин. Это победитель по аромату из этих пяти виски. Он самый сложный. Здесь чувствуется влияние хересной бочки. Она очень круто повлияла на этот виски. Она отдала много ароматов. И по мере того, как виски отдыхает в бокале, он отдает все больше и больше различных ароматов. Это самый многогранный виски из этих пяти. Здесь вот и дюшейсик пошел такой с ванилькой. Яблочко есть. Ну, виски переливаются, что тут говорить. Это самый сложный, самый насыщенный, интенсивный, интересный виски из этих пяти. Давайте переходить ко вкусу. Вернем все обратно. Сделаем глоточек водички. И приступим к дегустации. Это Акинтошин Американ Оук. Хорошо, что он первый. Это тройная дистилляция. Он должен быть самым мягким. Ваше здоровье, друзья! Да, несмотря на то, что это первый глоток виски. Он мягкий, он приятный. И, ну да, чувствуется ваниль, чувствуется немного цитрусов, чувствуется сладость. Но на этом, пожалуй, все. Фоном идет бочка. Такая приятненькая, невыраженная. Ну, что сказать. Тройная дистилляция. Здесь аромат даже поинтереснее, чем вкус. Это виски легкий. Возможно, дамский вариант. Возможно, коктейльный вариант. Но вот вкусов здесь, ну, маловато, так скажем. Можно просто после работы прийти, налить себе врокс, в такой широкий бокал данной виски. И посидеть его, попить спокойно. Не хочу обидеть виски. Своих денег он стоит. Но пока что назовем этот вкус как ни о чем. Двигаемся к следующему виски. Маклиланс региона Хайланд. Ваше здоровье, друзья! Здесь сразу дубовая горчинка. Ваниль, медовость, карамельность. Немного цедры, горькой цедры цитрусов. Ну, этот виски, он чем-то похож на Американ Оук. Но за то, что он более яркий. Ну, кстати, и севухи в нем побольше. Прямо причем значительно. За счет того, что он более яркий, более выразительный. Чуть-чуть вперед его выдвинем. Третий образец Маклиланс Айла. Мой любимый. Какая же приятная вот смесь дыма, пепла. И каких-то карамельных мотивов, сладости. Блин, классный аромат. Давайте на вкус, друзья. Да, это Айла Лайт. Торф. Смешивается торф, дым, зола. Вот эта вся тема смешивается с медом. Обволакивает рот. Очень приятно. Совершенно не спиртуозно. Очень питкий виски. Ставлю его сразу же на третье место. Получается так. Получается первое. Из этих трех он занимает первое место. Двигаемся. Далее. Там навулен шерри каск, друзья. Пробуем. Вот он коньячный и все тут. Интересное сочетание вкусов. Как будто сделал глоток не виски, а коньяка. Ну или, по крайней мере, виски смешанного с коньяком. Сладкий, приятный, сухофруктовый. С приятной дубовой горчинкой. Выразительный. Отличный виски. Но по вкусу здесь уже, по вкусу здесь уже. Вот так вот сделаем. Айла у меня пока выигрывает по вкусу. Она самая яркая. Глоточек водички. Завершаем вкусовой этап. Виски Айрстоун 10 лет от Вильяма Гранд и сыновья. Ваше здоровье, друзья. С горчиночкой он такой. Затклость вот эта ощущается и во вкусе. Не знаю, как передать. Затклость, старина. Что-то вот такое. Вкус невыразительный. Аромат был поинтереснее. В аромате были и мед, и фруктики. О, солоноватость пошла, кстати. Вот это вот интересно. Вот это вот фишка его. Немного солоноватости на послевкусие есть. Но он скучнее и Маклиландс Хайланд. И скучнее там на Вулленд Шерри Каск. Но, конечно же, поинтереснее, чем первые два образца вот эти вот. Ставим его на третье место. Таким образом, после вкусовой дегустации, у нас виски расположились. Американ Оук на пятом последнем месте. Маклиландс Хайланд на четвертом предпоследнем. По-моему, здесь все совпало, как и с ароматом. На третьем месте у нас оказался Айрстон Си Каск. 10 лет выдержки. Вкус, к сожалению, такой достаточно бедненький для 10 лет выдержки. Но за стоимость 1600 рублей. Плюс, надеюсь, что он как-то подраскроется, станет поинтереснее. Вполне пойдет. Но занимает он третье место. Проигрывает он. Уступает Маклиландс Хайланд и Тамнавулленд Шерри Каск. Собственно говоря, Тамнавулленд Шерри Каск берет второе место. По вкусу. И самый яркий и самый интересный по вкусу для меня оказался Маклиландс Хайланд. Собственно говоря, первый подобный ролик данного формата близится к завершению. Первое и второе место у нас разделили Маклиландс Хайланд и Тамнавулленд Шерри Каск. Но я могу сказать, что можно спокойно отдать первое место как Маклиландс Хайланд, так и Тамнавулленд Шерри Каск. Для меня они равнозначны. Если вам больше нравится такой вот херестный коньячный профиль виски, берите Тамнавулленд Шерри Каск Эдишн. Если вам больше по душе острова Айла, то берите, конечно же, Маклиландс Айла. Тем более, что Маклиландс Айла даже подешевле обойдется. Если формат зашел, ставьте лайки, друзья. Пишите свое мнение в комментариях. Попробуем сделать что-то такое подобное с коньяками. Определим там, допустим, какую-то ценовую планку и берем несколько образцов. Тоже попробуем запилить такого рода ролик. Собственно говоря, берегите себя и всем пока. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!